Па-а-а! Борис Николаевич, не думал встретить вас здесь, на водах. Господин Усинов, да, вот видишь, да еще дошло. Перешел на воду на старости лет, понимаешь. Ну, как бы вот это, пользу Нарзану-то я умом вроде понимаю, вот. А внутренностью я сочувствую. Вода не водка, много не выпьешь. А каково здесь общесо? Вот ты мне скажи, от чего лечатся новые поколения? Здесь в основном москвичи и петербуржцы. Первые лечатся от подагры. Это все ваши старые знакомые. Касьянов, Абрамович. А вторые от чахотки. Модная нынче в Петербурге болезнь. Хорошая болезнь, понимаешь. Совершенно согласен. Сиди себе, кашли. Весь пленный, красивый, окруженный всеобщим сочувствием. А вот, к примеру, геморрой или радикулит гораздо неприятнее. Но это болезни. Неэлегантные сочувствия. Не дождешься. Смотрите на небо. Господа, там какое-то странное шевеление. Господин Кудрин, оставьте небо в покое. Оно такое же, как тысячу лет назад. И когда мы с вами умрем, это тоже никак на небе не отразится. Не будьте таким пессимистом, господин Греф. В небе определенно что-то шевелится. Боже, какая скука. Шевелится там что-то. Или нет. Нам-то что с того. Может, это летит какая-нибудь старая жирная чайка. Ей нет нас никакого дела. Так зачем же мы должны бросать все дела и вперять в глупую птицу свои утомленные взоры? Я не предлагаю вперять взоры. Вы просто посмотрите. Оставьте. Это, наконец, невыносимо. Господа, не хотите ли нарзану? Давайте. Я тоже выпью. Хотя, в сущности, какая разница, пить или не пить. Чахотка свое возьмет. Я что-то не понял, какие-то у вас упаднические настроения, понимаешь? Кто здесь? Какая разница? Кто бы то ни был, он не заставит вертеться земной шар в обратном направлении. Да это же господин Ельцин. Владимир Владимирович, приоткройте глаза. Это же сам Борис Николаевич. Здравствуйте, Борис Николаевич. Извините, что не открываю глаз, не встаю и не протягиваю вам руку. Я страшно утомлен. Ладно, ладно. Не беспокойтесь. А вот что это вот кружится прямо над нами, в небе? Мы решили, что это чайка. Она не стоит разговоров, Борис Николаевич. Не стоит. А, по-моему, это вертолет. Идет на посадку. Да нет, господа, он падает. Оставьте вертолет в покое. У нас каждый день падают вертолеты. Это в конце концов скучно. Да, это совсем неинтересно. Раньше мы любопытствовали на предмет, будут ли на месте падения найдены черные ящики, но поскольку их никогда не находят, мы перестали любопытствовать. Ну, вертолеты падают так же обыкновенно, как падает снег, идет дождь, сходит и заходит солнце. В общем, это одно из загадочных, но повседневных явлений природы, да. Да, да, ну а ежели вертолет это раз, и на нас упадет, а? На нас не упадет. Они знают, что мы здесь отдыхаем и стараются упасть подальше, в горах. Давайте не будем портить отдых подобными разговорами. Это моветон. Простите, простите, Владимир Владимирович. Это какой-то кошмар. Совершенно новый костюм безнадежно испорчен. Ну, я же... А что это было? Ну, что ж такое? Это ж... Это тоже вроде Нарзана, только красненькая. Мы балуемся иногда. Я не про то. Кажется, был взрыв. Вам это действительно интересно? Вы лучше на это пятно полюбуйтесь, полюбуйтесь. Вот от чего можно расстроиться. В горах постоянно что-то взрывается. На рынках тоже постоянно что-то взрывается. И во время проведения каких-нибудь мероприятий тоже что-нибудь норовит взорваться. Да, не скрою. Лично я от этого устал. Меня раздражают взрывы. Но не могу же я разровнять горы, закрыть рынки и запретить все мероприятия. Это, в конце концов, скучно. Мне сегодня так больно, Слезы взору и туманят. О, как приятно, господа, увидеть родные лица. Петербуржцы охвачены каким-то, понимаешь, ужасным сплином. Хандрят на европейский манер. Я вот с ними так вот похандрю. Бывало пару дней, а потом не выдерживаю. Да, у нас весело, Борис Николаевич. Мы играем фанты, устраиваем музыкальные вечера, читаем стихи, пьем нарзан и подагра отступает. Я пою и рисую пейзажи. Здесь на водах открываешь в себе неизвестные прежде способности к живописи, к музицированию. Постоянно падающие вертолеты в горах вас не волнуют? Хх, очень, очень волнуют. Когда падает вертолет, мы от волнения наедаемся на ночь и с утра встаем совершенно разбитыми. А от чего здесь происходят взрывы? Ну, это же традиционные взрывы. Они просто создают колорит. Пока не было ничего чрезвычайного. Ну, я имею в виду, что на нашем курорте пока ничего не взорвали. И, вы знаете, слава богу, слава богу. Иначе бы мы остались без нарзана. Давайте, господа, поговорим о чем-нибудь другом. Как цивилизованные люди, мы не должны замечать дикостью местных нравов. Если я правильно понял, завтра при условии хорошей погоды мы сможем пойти посмотреть чьи-нибудь похороны. Напомни мне взять мольберт. Я думаю, это будет живописно. Мой нежный круг, если можешь прости. КОНЕЦ Петербургская диаспора не пошла в похороны смотреть. Это им скучно. Но в сущности они правы. У нас каждый день кого-нибудь хоронят. Не нарушать же по этому поводу течение жизни. Все, как говорится, там будем. А вот смотрю, вы тоже, господин Устинов, подверженный этим вот чахоточным настроением. Так стараюсь быть современным. Давайте отнесем им нарзану. О, вы слышали, господа? Опять вам не имется, господин Кудрин. Мы только что вставили в уши затычки. Зачем же беспокоить? Извините, мне кое-что послышалось. Не годите, не годите. Извините, ну что-то как будто развалилось. Ну да. Ну развалилось и развалилось. Нам что, все бросить и бежать собирать? По-вашему, мы народились на свет, чтобы заниматься какой-то бессмысленной суетой? Между прочим, вселенная уменьшается. Наша цивилизация непременно погибнет. Если что-то где-то уже разрушилось, это вполне закономерно. Это на космодроме Байколур. Вот видите, я же говорил, ничего необычного. А вот бинокль у вас, Борис Николаевич, отличный, отличный. Если бы я интересовался мелочами, непременно приобрел бы себе такой же, да. Значит, Байконур, какая тоска. Господи, ты, Хануш, прямо сюда летит? Ох, Господи, грехи наши тяжкие. Сейчас же всех накроет, понимаешь? Что вы там видите, Борис Николаевич? А? Так, ох, там ананас что-то летит, понимаешь? Вот смотри, вот приближается. Извольте посмотреть. Ну, ну, ну. Если вам это будет приятно, давайте посмотрю. Так это ж надо спасаться, прятаться, понимаешь? Это ж летит прямо на нас, ой, Господи. Это, ох, очень страшно. Ну, летит и летит. Ну, страшно. Но сюда оно все равно не попадет. В нас никогда ничего не попадает. Эх, тоска.